Есть, Оля, и те, кто пытаются в это самое время, во время самоизоляции, карантина, зарегистрировать авто. Конечно, случаи у всех жизненные абсолютно разные. Кому-то это надо было, кто-то успел раньше сделать, кто-то только планирует, а кому-то вот именно сейчас надо. И как же на полуострове эту процедуру сделать? Прямо сейчас нам об этом расскажет наш гость Александр Кубик, старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Республике Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое. Итак, есть же у крымчан сейчас возможность регистрировать свои авто? Да, конечно. В настоящее время мы и далее продолжаем предоставлять государственные услуги, в том числе по регистрации транспортных средств. Однако в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции введен ряд мер, которые подразумевают профилактику. Во-первых, с завтрашнего дня прием граждан будет осуществляться исключительно с использованием портала государственных услуг для минимизации времени нахождения граждан в подразделении. Кроме этого, будет осуществляться пропускной режим, что также не даст возможности большого скопления граждан у окон приема, а также в залах ожидания. Кроме этого, хотелось бы обратить внимание, что у нас есть услуги, которые могут оказываться непосредственно без посещения подразделения. Например, прекращение регистрации по истечении 10 суток со дня продажи транспортного средства. Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг, приложить необходимые документы, а также дождаться результата в электронном виде. Она бесплатная и не требует посещения. Кроме этого, хотелось бы попросить граждан, которые будут обращаться в подразделения, использовать средства индивидуальной защиты. А также сообщаем, что у нас открыты дополнительные номера телефонов, по которым можно будет получить информацию непосредственно в каждом подразделении регистрационной и экзаменационной работы. Все они находятся на сайте МВД по Республике Крым. Просим обращаться к этим телефонам. Спасибо. Александр, скажите, пожалуйста, на какое время введены эти меры? На ближайшую неделю, которую президент Российской Федерации объявил карантинной, или все-таки вы продлите, например, на какое-то время? Да, пока это все согласно указу президента. Но в дальнейшем мы будем работать по ситуации. А насколько сейчас эта процедура вообще востребована на территории полуострова? В настоящее время довольно востребовано. Наплыв граждан увеличился. Поэтому была принята такая позиция непосредственно использовать только портал государственных услуг. Он позволяет конкретно удостовериться, что гражданин будет приходить в конкретное время и обслуживаться в самые короткие сроки. Александр, ну и знаете, что еще? Хотелось бы, вы все-таки как лицо авторитетное для крымчан, для многих наших телезрителей, можно пару слов о том, что все-таки важно сейчас соблюдать режим самоизоляции, о том, что нужно оставаться дома. Я уверен, вас просто послушают. Да, конечно. Хотелось бы попросить граждан, особенно те незащищенные категории, детей и пенсионеров, все-таки каким-то образом защитить себя самостоятельно и оставаться дома. В настоящее время, я думаю, что таких самых срочных, особенно с нашей стороны, проблем нет, которые бы требовали посещения таких мест, где большое количество граждан скапливается. Поэтому будьте здоровы. Александр, вам огромное спасибо за то, что вышли на связь, провели это утро вместе с нами, поделились актуальной и полезной информацией. Ну а мы движемся дальше.